Приветствую, друзья! На связи Андрей Жариков. На известном сайте businessforhome.org опубликована статья с интригующим названием «Ружа Игнатова под обвинением. Константин Игнатов арестован в Соединенных Штатах». И в данном видео я предоставлю для вас перевод этой статьи на русский язык. Итак, заголовок статьи. «Ружа Игнатова под обвинением. Константин Игнатов арестован в США». Прокурор США в Манхэттене выдвинул обвинение против лидеров фан-коин, многомиллиардной пирамиды, предполагающей продажу мошеннической криптовалюты. Руководитель компании Константин Игнатов арестован в Международном аэропорту Лос-Анджелеса. Джеффри Берман, прокурор Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка. Сайрус Венс-младший, окружной прокурор округа Нью-Йорк. Джон Тафур, специальный агент отдела расследований налоговой службы, Уильям Суини-младший и помощник директора Нью-Йоркского полевого офиса Федерального бюро расследований ФБР, объявили, что Константин Игнатов был арестован 6 марта 2019 года в Международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в мошенничестве, связанном с его ролью в качестве руководителя Международной пирамиды, которая включала продвижение псевдокриптовалюты под названием Ванкоин. Вчера было выдвинуто обвинение против сестры Константина Игнатова, Ружи Игнатовой, основателя и первоначального лидера Ванкоин. Обвинение включает мошенничество с банковскими операциями, ценными бумагами и отмывание денег. В результате деятельности Константина Игнатова, Ружи Игнатовой и других по продвижению Ванкоин жертвы инвестировали миллиарды долларов во всем мире в псевдокриптовалюту. После ареста Константин Игнатов был доставлен в магистратский суд Центрального округа Калифорнии и был задержан. Прокурор США в Манхэттене Джеффри Берман. Обвиняемые создали многомиллиардную криптовалютную компанию, полностью основанную на лжи и обмане. Они обещали большую прибыль с минимальными рисками, но мы считаем, что фактически этот бизнес был финансовой пирамидой, которая только создавала видимость финансовой деятельности. Организаторы пирамиды обогатились за счет денег пострадавших. В нашем отделе расследований есть опыт в поиске, арестах и осуждении финансовых мошенников, и это случай из той же категории. Окружной прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Ванс-младший. Как говорится в обвинении, Игнатовы применили старую схему финансовой пирамиды в новой обертке, ставя под угрозу целостность финансовой системы Нью-Йорка и обманывая инвесторов на миллиарды долларов. Наш офис призывает всех криптоинвесторов тщательно изучать, прежде чем куда-то инвестировать деньги. Необходимо понимать, что рынок криптовалют на данный момент не регулируется законодательно, и на нем очень много мошенников. Поэтому призываю действовать очень осторожно. Я выражаю признательность прокурору США Берману и Бюро по экономическим преступлениям за ту работу, которую они проводят, и за их готовность защищать наших граждан от экономических мошенников. Специальный агент налоговой службы Джон Таффур сказал, это старая афера под прикрытием криптовалюты. Как видно из материалов расследования, криптовалюта OneCoin была создана с целью обмана инвесторов. Константин Игнатов и Ружа Игнатова убеждали людей инвестировать в OneCoin на основе лжи о виртуальной валюте. Отдел расследований налоговой службы стремится предотвратить мошенничество с криптовалютами в попытке защитить американскую общественность и привлечь мошенников к ответственности. Помощник директора ФБР Уильям Суини-младший. Мы считаем, что криптовалюта OneCoin существовала только в умах ее создателей и их участников. В отличие от настоящих криптовалют, которые отслеживают всю историю транзакций, OneCoin не имеет никакой реальной ценности. Он не предлагает инвесторам никакого способа отслеживания их денег и не может быть использован для покупки чего-либо. Фактически, единственными, кто мог извлечь выгоду из его существования, были его основатели и соучастники. Независимо от того, имеете ли вы дело с виртуальной валютой или с реальными бумажными деньгами, мы призываем общественность проявлять должную осмотрительность с любыми инвестициями. Согласно обвинению, выдвинутому против Константина Игнатова и Ружи Игнатовой, а также согласно другим документам, имеющимся в публичном доступе, в настоящее время Константин Игнатов является лидером OneCoin Ltd, компании, продающей криптовалюту под названием OneCoin, которая, как показало расследование, на самом деле является финансовой пирамидой. OneCoin Ltd была основана в 2014 году Ружей Игнатовой и базируется в Софии, Болгарии. Игнатова занимала должность руководителя OneCoin, пока не исчезла из публичного пространства в октябре 2017 года. Начиная с конца 2017 года, Игнатов, который является младшим братом Игнатовой, занял руководящую роль OneCoin, поднявшись на лидирующую позицию к середине 2018 года. OneCoin Ltd работает как многоуровневая маркетинговая сеть, через которую участники получают комиссии за рекрутинг других для покупки криптовалютных пакетов. Эта многоуровневая маркетинговая структура, по-видимому, повлияла на быстрый рост сети участников OneCoin. Сама OneCoin Ltd заявляла, что инвесторами компании являются более 3 миллионов человек во всем мире, включая некоторых жителей Южного округа Нью-Йорка. OneCoin продолжает действовать по сей день. В результате действий Константина Игнатова, Ружи Игнатовой и других представителей OneCoin, пострадавшие из разных стран мира, перечислили средства на банковские счета OneCoin, чтобы приобрести пакеты OneCoin. Записи, полученные в ходе расследования, показывают, что только в период между 4 кварталом 2014 года и 3 кварталом 2016 года OneCoin Ltd выручка от продаж составила 3,353 миллиарда евро, а прибыль, в кавычках, 2,232 миллиарда евро. Представители OneCoin Ltd утверждали, что криптовалюта OneCoin майнится с использованием майнинг-серверов, управляемых компанией, и что стоимость OneCoin основана на рыночном спросе и предложении. Предполагаемая стоимость OneCoin неуклонно росла с 0,5 евро до примерно 20,95 евро за монету по состоянию на январь 2019 года. На самом же деле, стоимость OneCoin определяется только спросом самих партнеров, а не на основе рыночного спроса и предложения, и OneCoin не майнится с использованием компьютерных ресурсов. Более того, расследование показало, что Ружа Игнатова и ее соучредитель задумали и построили бизнес OneCoin с единственной целью обмана инвесторов. Например, в электронном письме Ружа Игнатова написала соучредителю свое мнение о стратегии выхода для OneCoin. Первый вариант, который перечислила Игнатова, был такой – «бери деньги и беги, и обвини в этом кого-то другого». Кроме того, OneCoin ЛТД утверждал, что у него есть собственный блокчейн или цифровой реестр, идентифицирующий OneCoin и записывающий историю транзакций. Расследование показало, что в OneCoin нет настоящего блокчейна, то есть публичного и проверяемого блокчейна. Более того, примерно к марту 2015 года Игнатова и ее соучредитель начали выделять монеты членам OneCoin, которые даже не существовали в предполагаемом частном блокчейне OneCoin, называя эти монеты поддельными монетами или в английском – fake coins. Как основатель и руководитель OneCoin ЛТД, Ружа Игнатова участвовала в работе по продвижению OneCoin для инвесторов из США. Например, 4 июля 2015 года Ружа Игнатова приняла участие в онлайн-вебинаре, позже опубликованном на YouTube.com, в котором Ружа Игнатова объявила об официальном открытии рынка США для OneCoin. С момента принятия на себя руководства OneCoin, после исчезновения Ружа Игнатова из публичного управления компанией, Игнатов сам делал обращение к членам OneCoin с целью убедить их приобретать пакеты и инвестировать в компанию. Например, Константин Игнатов неоднократно называл различные даты, предполагаемого публичного размещения в 2018 и 2019 годах, чтобы создать воодушевление и привлечь дополнительные инвестиции от участников. Однако, публичное размещение неоднократно переносилось, и на данный момент так и не состоялось. Кроме того, Игнатов лично устанавливал и увеличивал курс OneCoin, что противоречит утверждениям о том, что этот курс определяется спросом и предложением. В ходе расследования выяснилось, что Константин Игнатов в курсе, что средства, полученные с помощью OneCoin, неоднократно переводились со счета на счет инвестиционного фонда с целью сокрытия происхождения денег, то есть для отмывания доходов от мошенничества. В период с 27 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года Константин Игнатов находился в США для ведения бизнеса, связанного с OneCoin. В Лас-Вегасе, штат Невада, Константин Игнатов встретился с группой партнеров OneCoin. Во время встречи один из первых вопросов Игнатову был вопрос, когда инвесторы OneCoin смогут монетизировать или обналичить свои OneCoin. Как сообщается, Игнатов ответил, если вы пришли сюда только чтобы обналичить OneCoin, вы можете выйти из комнаты сейчас, потому что не понимаете суть этого проекта. Ружи Игнатова совместно с третьим подозреваемым, Марком Скоттом и другими, занимались отмыванием доходов от мошеннической схемы OneCoin. В частности, Игнатова, Скотт и другие согласились проводить сделки, связанные с мошенническими доходами OneCoin, чтобы скрыть характер, место, источник, право собственности и контроль над доходами. Марк Скотт, бывший партнер крупной юридической фирмы в США, оказывал Игнатовой и другим людям помощь в отмывании более 400 миллионов долларов через несколько инвестиционных фондов, владеющих банковскими счетами в финансовых учреждениях на Каймановых островах и в Республике Ирландия, а также в других местах. Скотту уже было предъявлено обвинение, и 5 сентября 2018 года он был арестован в Барнстейбле, штат Массачусетс. Дело Скотта в настоящее время находится на рассмотрении окружного судья США Эдгарда Рамоса. Ружа Игнатова, 38 лет, из Софии, Болгария. Первый пункт обвинения – банковское мошенничество, сговор с целью совершения банковского мошенничества, мошенничество с ценными бумагами и сговор с целью отмывания денег. Максимальный срок по каждому из перечисленных пунктов составляет 20 лет. Второй пункт обвинения – сговор с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, срок до 5 лет тюрьмы. На данный момент Ружа Игнатова остается на свободе. Константин Игнатов, 33 года, из Софии, Болгария. Обвиняется в сговоре с целью совершения банковского мошенничества, которое предусматривает до 20 лет тюремного заключения. Марк Скотт, 50 лет, из Корол Гейблс, штат Флорида. Обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, который предусматривает до 20 лет заключения. Максимальные сроки приговоров по таким делам назначаются Конгрессом и приводятся здесь исключительно в информационных целях, так как окончательный приговор будет определен судьей. Господин Берман и господин Венс высоко оценили выдающуюся работу отдела расследований налоговой службы и ФБР, которые провели это расследование вместе со специальными агентами из прокуратуры США и аналитиками из Бюро экономических преступлений округа Нью-Йорк. Расследование по этому делу осуществляется управлением по мошенничеству и киберпреступности и отделом по мошенничеству с ценными бумагами и товарами. Материалы по обвинению подготовили помощники прокурора США Кристофер Демаза и Николас Фоли, а также специальный помощник прокурора США Джульетта Лассана. Предъявленные подозреваемым обвинения на данный момент являются лишь обвинениями и обвиняемые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана. Если вы думаете, что вы могли стать жертвой или у вас есть дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с офисом прокурора США по телефону такому-то или по электронной почте по адресу такому-то. Кто-то может посчитать, что информация, опубликованная на сайте businessforhome.org, это фейк. Проверить, фейк это или нет, достаточно легко. Прокрутите статью чуть-чуть ниже и найдите вот здесь такую синюю ссылку. То есть здесь говорится о материалах, доступных в публичном доступе. И перейдите по этой ссылке. И когда вы переходите по этой ссылке, перед вами открывается вот такая страница. И обратите внимание, что доменное имя у этой страницы justice.gov. А доменная зона gov вообще доступна только для правительственных учреждений и каких-то правительственных организаций. То есть такое доменное имя не может зарегистрировать человек с улицы. И в данном случае это Министерство правосудия или Министерство внутренних дел в Соединенных Штатах, Южный округ штата Нью-Йорк. И по сути, если вы прокрутите ниже, то увидите, что информация на сайте businessforhome взята именно из этой статьи. Вот такая информация, друзья. Пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Также хочу отметить следующий момент. Как вы знаете, Ружа Игнатова действительно исчезла из публичного пространства еще осенью 2017 года. И с тех пор не появлялась на мероприятиях компании и не делала никаких обращений. И вроде как ходили слухи, что она уже может быть арестована. Но данная информация этот слух опровергает. То есть Ружа Игнатова подтверждена, подтверждено, что она находится на свободе. Чего нельзя сказать и о ее брате Константине Игнатове, который имел неосторожность, а может быть и глупость поехать в Соединенные Штаты, которые достаточно серьезно и строго относятся к каким-то финансовым махинациям. Возможно, вы знаете про господина Бернарда Медофа, создателя крупнейшей, наверное, в истории финансовой пирамиды, который получил свои 150 лет и сейчас мотает срок где-то в американской тюрьме. Ну, если Константину Игнатову захотелось повторить этот славный путь, ну, как говорится, флаг в руки. Он добился того, чего хотел. Для горячих сторонников Ванкоина еще раз хочу пояснить, ребята. Я только за, чтобы компания Ванкоин жила, процветала, выполняла свои обязательства перед инвесторами, платила, выходила на ICO и так далее. При условии, что компания будет выполнять свои обязательства, а не просто балаболить и постоянно переносить сроки, то у них выход на ICO в 2018 году, то в 2019 и так далее. Ну, а главное, обратите внимание, что год назад Игорь Альбертс опубликовал интервью, где он, собственно, объяснил, почему он уходит из Ванкоина. Потому что у него много вопросов, на которые никто в компании Ванкоин, включая, по всей видимости, Ружу Игнатову, не ответил на его вопросы. Например, ему так и не показали блокчейн, есть ли он или нет. И, как вы можете убедиться из того текста, который мы сейчас прочитали, ну, похоже, что эта информация, это не домыслы Игоря Альбертса, а эта информация подтверждается уже на правительственном уровне, потому что Константин Игнатов сейчас находится где-то в американских застенках, и ему задают неудобные вопросы. То есть Игорю Альбертсу он не хотел, видимо, на вопросы отвечать и что-то там разъяснять, а американским правоохранительным органам придется. Дальше решеточки из камеры уже не выйдешь. Придется отвечать. И получается, та информация, которую мы вот сейчас в этой статье прочитали, совпадает со словами Игоря Альбертса. Как Игорь Альбертс говорил, что не было у них изначально никакого блокчейна. Ну, похоже, так оно и есть. Ну, в общем, ребят, поживем, увидим. Во всяком случае, в конце статьи говорится, что пока обвинения еще не доказаны, виновность или невиновность, это будет решать суд. Поэтому, в общем, надо следить за ситуацией. Поэтому подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. И напишите в комментариях, что вы обо всем этом думаете. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.